Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Сегодня у меня проскочила такая мысль, а что если бы в третьем эпизоде Звёздных Войн Энакин бы не убивал юнглингов, а после битвы смог каким-то образом убедить Палпатина сохранить им жизнь, что в целом было очень даже возможно. Ведь как в старом, так и в новом каноне есть примеры, когда после приказа 66 некоторые джедаи не были убиты, а были взяты в плен и затем становились инквизиторами. Сделать юнглингов инквизиторами в целом тоже можно было, причём это было сделать не так уж и трудно. Основную трудность бы тут составляло то, что многие из юнглингов были по-настоящему преданы своим старым учениям. Ведь даже имея родителей, юнглинги по сути были сиротами, всю свою сознательную жизнь провели в Ордене Джедаев. И в отличие от своих более взрослых коллег, таких как рыцари или мастера, возможность их мгновенного перехода на Тёмную Сторону была ниже. И хотя в любом случае, если бы Палпатин того захотел, он бы перевёл детишек на Тёмную Сторону, давайте предположим, что он решил не брать их в инквизиторий, а создал новое подразделение, так называемых имперских рыцарей, которые в Старом Каноне были главными защитниками императорского трона Галактической Империи через сто лет после смерти Палпатина. Итак, предположим, что чтобы сделать юнглингов более стабильными и уравновешенными, Палпатин решает не посвящать их в развращающие тайны Тёмной Стороны, а призывает соблюдать баланс, причём с уклоном в Светлую Сторону. Основным оружием юнглингов остаётся световые мечи. Самым отличившимся из них разрешается ставить свои старые мечи. А так сказать троечникам и хорошистам даётся задание собрать новые мечи, рука эти которых будут абсолютно такими же, как у их братьев и сестёр. При этом все рыцари получали к себе в распоряжение кристалл серебряного цвета, ещё больше показывающей единство членов этой организации. Конечно, джедаи тоже продвигали идеи равенства, но всё же в чём-то юнглинге подаваны, рыцари и магистры могли позволить себе свободу выбора одежды и вооружения. Имперские рыцари же напротив будут носить абсолютно одинаковую броню, воевать одинаковым оружием и даже спать в одинаковых условиях, посвящая свою жизнь не саморазвитию и улучшению окружающего мира, а службе своему великому и благодетельному повелителю. Инквизиторий, скорее всего, как организация, либо будет более малочисленен, либо он будет полностью подчинён Ордену Имперских Рыцарей, а не государственной разведке, как это было в старом каноне. Хотя, может быть, Инквизиторий будет служить некой прокуратурой и будет осуществлять судебную власть, чтобы поддерживать разделение властей среди пользователей силы. Хотя максимальный уровень власти всё равно останется у ситов. Как уже было сказано выше, для упрощения контроля над ним использование тёмной стороны силы будет ограничено, и лишь самым выдающимся будет дано право обучаться у лорда ситов. Но зато сама организация, скорее всего, будет более многочисленной и сплочённой, поскольку усилия пропагандистов будут направлены на вычищение из умов как Имперских Рыцарей, так и Инквизиторов всех индивидуалистических идей, и будет меньше предательства. Статус Имперского Рыцаря, как и статус Инквизитора, будет в нашем случае подобен должности военного офицера. И таких ситуаций, при которых Инквизиторы, такие как Джерек и Антини Стрэммейн, становились миллионерами или даже миллиардерами и покупали себе роскошные яхты, будет намного меньше, поскольку долгом каждого Рыцаря-Инквизитора будет сообщать о Расточителях в своих рядах. Возможно, такой подход к организации своих приближённых пользователей силы даст Палпатину повод задуматься о природе тёмной страны. Конечно, он никогда не откажется от её использования во благо своих целей, и всё так же будет постигать её таинственные знания, но если управление отделением Имперских Рыцарей будет поручено Вейдеру, то тот и сам будет более склонен принимать продуманные решения и не убивать своих офицеров почём зря. Что, кстати, в Старом Каноне было огромным примером для Инквизиторов. Если и они не будут делать того же, то мораль во флоте и в армии может возрасти. Хотя, опять же, тут во внимание принимается слишком много факторов, и поэтому однозначный вывод сделать нельзя. Но мы точно знаем, что Имперские Рыцари Императора Палпатина никогда не будут такими же добрыми, как, например, Имперские Рыцари Императора Фэла, поскольку те в большей степени служили Императору как должности, а описываемые мною юнглинги будут служить не должности, а именно Шрибу Палпатину лично, ещё больше раздувая его культ личности и непомерное эго. Как бы то ни было, увеличение личного состава воинов, использующих силу, купя с их меньшим стремлением слишком глубоко уходить в дебри тёмной страны и предавать своих товарищей, сделает Орден Имперских Рыцарей и Инквизиторий более эффективными структурами, что позволит быстрее находить беглых джедаев и либо переводить их на сторону Империи, либо уничтожать. Возможно, организация будет настолько велика, что появится особое подразделение исследователей, которые будут изучать тайны галактики и посещать самые странные её места, такие, как, например, древний храм джедаев на Оссусе, рядом с которым обитало целое племя чувствительных к силе существ. Способных ещё больше пополнить ряды Ордена Имперских Рыцарей. Мы не знаем, будет ли обнаружен Йода, но в нашем случае шансы того, что кто-либо из деследователей наткнётся на беглого джедая, ещё более высоки. Доверие к пользователям силы в галактике было подорвано ещё во времена джедаев. И даже популярность Имперских Рыцарей вряд ли позволит дяде Люка, Оуэну, признать факт того, что его племянник является одарённым малым и может использовать свои способности силы. Но если всё будет проходить так же, как и в фильмах, то, скорее всего, на Свезде Смерти будет присутствовать контингент Имперских Рыцарей, которые с лёгкостью распознают в Люке потенциал, не говоря ещё о том, что с их помощью арестовать группу беглецов будет проще. Хотя, может, Хану Соло с Леей и дадут сбежать, чтобы те раскрыли местоположение базы повстанцев, но Люк точно будет схвачен. Ужасы, приносимые доктриной Таркина и Звездой Смерти, скорее всего, позволят части Имперских Рыцарей усомниться в правильности их пути. Но большинство, как это часто бывает, продолжат верить в ту пропаганду, которую в них вливали с самого детства, и продолжат служить Палпатину. Будет ли восстание успешным, неизвестно. Конечно, Первая Звезда Смерти будет всё так же уязвима, но ведь скоро будет построена уже вторая станция, поскольку рано или поздно слабость конструкции первой стала бы для учёных Империи очевидной. Да и кстати, Первая Звезда Смерти на самом деле была отнюдь не первой, поэтому сомнений в продолжении самого дорогого эксперимента Галактики не будет. Так или иначе, все вышеуказанные факты дадут Галактической Империи преимущество в борьбе с повстанцами, и победить поможет им разве что мощь разума Джорджа... Кхм... То есть я хотел сказать Великая Сила. Так или иначе, что будет дальше, я предлагаю вам написать в комментариях. Я думаю, вам будет интересно просуждать по этому поводу. Ну а если тебе понравилось моё сегодняшнее видео, то не поскупись поставить лайк, а также поделись видео со своими друзьями, дав им ссылку. Ну или хотя бы сделав репост. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила Всегда!